всем привет сегодня я вам расскажу о искусственном интеллекте в геймдеве на основе нейронных сетей и конечно же я начну с себя зовут меня Бравичев Кирилл работаю инженером программистом спирософт около трех лет в геймдеве и более 10 лет общего стажа в различных областях айти преподаю я в БГТУ ВМХ на кафедре информационной системы и программной инженерии так сказать передаю знания и опыт подрастающему поколению чтобы они могли перенять все то что мы после себя оставим ну и соответственно основным таким и главным моим увлечением это является искусственный интеллект я надеюсь что я в этом году смогу защитить кандидатскую по данному направлению но это уже другая история если говорить о компании то у нас есть очень богатая история мы делаем потрясающие игры огромное количество есть огромное количество компаний которым требуется наша помощь в абсолютно разных аспектах это арт графика тестирование код маркетинг то в принципе может быть все что угодно и если вам очень интересно узнать что-то более подробно и в деталях о компании вы всегда конечно же можете посетить наш сайт на котором вы сможете узнать все что вам интересно там хранится вся информация за более чем 16 летнюю историю компании соответственно если говорить о играх мы принимали участие и помогали в разработке таких известных проектов и франшиз как ассасин крит mortal kombat rainbow six injustice walking dead и многих 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 других это только маленькая часть того что там где мы приняли участие начну я свой доклад с цитаты серого джона роджерса который в принципе является первым человеком который попытался сформулировать термина искусственного интеллекта то есть и в философии есть два понятия искусственного интеллекта это сильный и слабый так вот джон роджерс пытался сформулировать именно понятия сильного интеллекта общей идеей искусственного интеллекта и кстати не только в геймдеве является следование так называемому циклу восприятия мышления действия то есть есть некоторые три шага на которых агент делает какую-то часть или действие то есть это шаг восприятия на котором агент распознает самостоятельно либо ему помогают в этом то есть сообщают шаг когда он на основе данных об окружении принимает какое-то решение и этот шаг 3 это когда он уже на основе принятого решения предпринимает какое-то действие основным соответственно соответственно во всех этих шагах искусственный интеллект может работать как совместно то есть все все эти три шага так и по отдельности то есть это может быть только восприятие может быть только мышление и может быть только действие соответственно я постараюсь сегодня рассказать о трех подходах в искусственном интеллекте который применяется в геймдеве и основанные соответственно естественно на нейронных сетях первым подходом будет это соответственно основанной на сенсорике то есть а у нас есть допустим всем известный алгоритм альфа-стар который на основе интерфейса который ему передается выделяет область интереса производит необходимые вычисления и соответственно принимает решение то есть в данном случае альфа-стар алгоритм альфа-стар он занимается слежением за мини-картой с помощью нейронных сетей он выделяет по принципу свой-чужой вот здесь вот маленькие маленькие точечки это соответственно юниты либо свои либо чужие на основе этих данных он пытается принять какое-то решение то есть на основе тех знаний которые у него есть на основе тех стратегии на которых он был обучен он принимает какое-то действие соответственно он отдает приказ соответствующим юнитам что необходимо сделать например атаковать врага либо отступать либо еще что-то делать однако как вы понимаете для всего вот этого алгоритму необходимо очень большое количество мощностей это может быть как облака вычислений так и кластеры соответственно не каждый сможет позволить себе такие большие мощности чтобы добавить свою игру искусственный интеллект который мог бы поеттягаться на равных с игроком поэтому есть более упрощенный подход похожий на этот это когда у нас для агента в отдельную порте рисуются ведь сверху ортографической проекции и соответственно агент видит абсолютно все поле и он на основе этого принимает решение то есть в данном случае синий квадрат должен поймать зеленый плюсик но это естественно очень упрощенный пример и если возвращаться к старкрафту то можно выделить несколько недостатков из так из такого подхода то есть когда у нас либо внешний агент следит за мини карта либо когда у нас мини карта отдельно рисуется для агента в отдельный viewport соответственно данные ошибка это в распознавании то есть есть у нас будет очень очень большое количество скопление юнитов агент может неверно оценить ситуацию то есть допустим вот у нас здесь есть вот такое большое-большое скопление и вот здесь вот есть тоже как вы видите не такое скопление то есть чисто вот так вот на мой взгляд тут агент может определить что здесь допустим три юнита на самом деле там может быть их гораздо больше то есть там их может быть и 10 и 20 и 30 но в принципе многие играли starcraft и знает какая юниты могут прятаться друг за другом соответственно в данном случае он может некорректно отработать и соответственно некорректно принять решение хорошо если это конечно же будет как здесь простой сбор ресурсов а если это будет допустим напал враг и там очень очень большое покопление юнитов и агент неверно оценил силу врага соответственно послал небольшое количество юнитов по мнению агента которые могли бы с врагом справиться и соответственно он потерпит поражение из-за этого это в принципе все что можно сказать о недостатках данного подхода но есть еще один подход он более такой классический это когда у нас есть агент который получает информацию от сенсоров то есть он выстреливает с помощью классического рейка 100 луч когда определенном направлении получает информацию об одном либо обо всех объектах которые данный лучше пересек и соответственно дальше принимать решение о том что делать однако у данного подхода как вы понимаете тоже есть недостатки и основное конечно же это связано с самими сенсорами то есть допустим если у нас есть вот такой набор сенсоров в данном случае это два массива сенсоров шагом примерно 30 градусов и соответственно один массив находится на уровне град и второй массив находится чуть выше как раз для того чтобы корректно определить то что необходимо ли ему использовать вспомогающие объект чтобы перепрыгнуть через стену как вы понимаете в данном случае если у нас допустим какой-нибудь объект попадет вот в эту вот область то есть вот вот этот вот область там где и не будет пересекаться не этим не этим лучом агент может не увидеть данный объект соответственно хорошо если это будет такая простенькая игра а если это будет что-то более такое динамичное это опять же может привести к каким-нибудь последствиям следующим подходом соответственно является уже когда искусственный интеллект принимает какое-то решение то есть есть игра прятки там где искусственный интеллект пытается спрятаться от команды красных он сначала прятался за этими коробками и потом в какой-то момент понял то что было бы неплохо этими коробками перекрыть проход чтобы красные не смогли пройти в эту комнатку и соответственно выиграть соответственно искусственный интеллект понял то что был бы круто это сделать произошли некоторые изменения в весов разрядов и он начал применять коробки для того чтобы перекрыть данные данные проходы однако дальше когда красные заметили то что коробки мешают проходу они начали думать а что же сделать чтобы выиграть они заметили то что есть рампа которую с которой они могут взаимодействовать соответственно есть они ее подведут поближе к стенке они смогут с помощью этой рампы перепрыгнуть что в принципе видно на примере то есть вот они берут перепрыгивают и тем самым выиграют в игре однако дальше синие начинает думать как лишь что произошло как они смогли это сделать и понимает то что за пределами этой комнаты есть какой-то объект который помогает красному перепрыгнуть и если они его украдут в момент пока красное находится на стадии подготовки и спрячут у себя в комнате то красные больше не смогут соответственно выиграть какая же архитектура данного агента как вы понимаете у него есть информация обо всем что находится на игровом поле то есть эта информация о себе то есть он знает где он находится и какая у него скорость он знает то что находится вокруг него то есть может знать то что находится вокруг него но в данном случае конечно же применяется некий конус на основе в области которого агент ну то есть некая область видимости чтобы наиболее близко подвести его к человеку то есть люди же не могут видеть то что у них находится за спиной соответственно чтобы это было более честная игра то можно ограничить алгоритму именно область видимости он также он знает о том какие еще игроки находятся на поле знает о тех объектах с которыми он может взаимодействовать то есть в данном случае объекты с которыми он может перекрыть проход и объекты через с помощью которых он может получить некую некоторую помощь соответственно вот это вот все идет в данном случае в нейронную сеть однако это может быть и как в классическом подходе либо дерево принятия решений либо маркова или совсем уже скажем простой вариант это обычный и фэлс то есть именно уже алгоритм принятия решения может тоже быть как бы и связанные с нейронными сетями то есть когда мы обучили нейронную сеть на правилах говорящих о том то что ты можешь сделать шаг такой шаг взять вот это и сделать и тебе нужно сделать то 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 есть просто описываем и нейронной сети какой-то алгоритм и правила и дальше нейронная сеть сама уже начинает обучаться и сделать кучу кучу ошибок а потом после этих ошибок соответственно уже учиться и выравнивать свои веса разрядов в нейронах в данном случае соответственно нейронная сеть применяется для классификации и идентификации то есть то что находится рядом с агентом и данная нейронная сеть выдает какой-то команду для того чтобы нейронная сеть могла помнить о том какие она команда уже давала и соответственно не повторять каждый раз одну и ту же ошибку просто разными методами применяется еще еще одна нейронная сеть это так называемая нейронная сеть памяти long short-term memory которая хранит в себе все возможные варианты которые уже были испробованы как агентом так и противникам и соответственно позволяет скорректировать действие которое было выдано здесь чтобы она подходила под текущие реалии того что уже известно и дальше она выдает соответствующие команды на агенту то есть это двигаться схватить либо посмотреть вокруг что происходит принципе данный подход он применимо абсолютно везде то есть как я уже сказал а нейронная сеть может быть заменена на обычный классический подход и соответственно там уже будет действовать другие правила и действия которые будет принимать не искусственный интеллект в большинстве случаев бывает так то что именно применяют двойной подход то есть берут какой-то классический вариант допустим на дерево принятия решений и дополняет его не равной сетью то есть нейрон классический подход выдает решение которое необходимо сделать на основе тех данных которые он получил а нейронная сеть она уже их корректирует другим соответственно подходом и таким последним является это анимация то есть когда у нас уже нейронная сеть применяется в действии в данном случае это анимация модельки какой-то так это делать то есть допустим есть какая-то запись видеозапись как ходит человек ну соответственно как он двигается на нейронной поверхности как он перепрыгивает через препятствия как он уходит в присидку и так далее поднимается и соответственно это все скармливается нейронной сети и она на основе этого обучается тому что нужно сделать чтобы санимировать физически корректно модельку и соответственно зная о тех данных 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 модельки точно допустим рост вес вес обмундирования если есть и далее узнает о как в принципе в данном случае может повести себя реальный человек она пытается это симулировать и соответственно произвести некое действие другим вариантом является наиболее таким востребованным это соответственно анимация животных это когда опять же есть некоторые записи видеозаписи которые на основе которых учится нейронная сеть и соответственно дальше она учится ну то есть она пытается взаимодействовать с ригами соответствующими чтобы правильно санимировать движение и в принципе поведение животного тут на примере это волк если я не ошибаюсь другим подходом является это симуляция физических объектов то есть многие знают то что есть такие физические движки как физикс халок и многих других возможно каких-нибудь самописанных возможно еще каких-нибудь менее популярных и соответственно многие знают то что физический движок для того чтобы физически грамотно и физически корректно симулировать какое-то физическое действие допустим в данном случае это как она там обзывается физически грамотно симулировать поведение тряпки на персонажа соответственно тут же опять же может применяться подход связан связанные с как с физическими формулами то есть нейронная сеть скармливается кучу кучу физических формул и она уже сама на основе этих формул обучается и может спокойно симулировать физические корректы объектное поведение объекта либо это может быть запись видеозапись например какого-нибудь пара и то есть испарять какой-то пара и соответственно нейронная сеть на основе это обучается и дальше пытается воспроизвести максимально приближенная к реалистичному пару либо дыму либо огню либо еще чего-нибудь такому в принципе то что вроде как и можно описать с помощью мат формул и физических формул но все равно это будет какое-то неестественное поведение и поэтому нейронная сеть опять же будет пытаться это сделать более грамотно если подводить итоги то я рассказал о подходе связано не искусственного интеллекта связано с нейронными сетями основана на сенсорике это когда у нас есть три варианта это соответственно когда у нас агент является внешним и у него есть куча куча возможности и соответственно не каждому этот вариант подойдет вариант когда агент уже встроен саму игру и вариант когда агент пользуется классическими подходами в искусственном интеллекте которые применялись еще до того как нейронные сети стали популярны также я рассказал про там где нейронные сети могут себя показать с хорошей точки зрения это в анимации и симуляции и если говорить уже о таких вот о будущем и как нейронные сети могут повлиять на будущее геймдева то я бы выделил три таких вот направления соответственно первое направление это симуляция физически корректная симуляция из-за того то что нейронные сети они в принципе будут потреблять гораздо меньше ресурсов что позволит игровым компаниям сделать более реалистичное более красивое допустим разрушение чего-то либо симуляцию воды огня дыма и так чтобы это не сжирало очень большое количество ресурсов компьютера либо консоли так и с точки зрения анимации следовательно если сейчас нам для того чтобы корректно анимировать движение персонажа нам нужно звать аниматоров либо записывать с помощью motion capture живых актеров которые будут точности повторять все действия которые необходимо провести то есть если это драка значит актеры будут драться между собой если это лезть по лестнице лезть по лестнице и многое другое то есть нейронные сети тут смогут помочь удешевить процесс анимации тем самым просто скормив нейронной сети видео там где люди забираются по лестницам поднимается по склону дерутся там не знаю каскадеры когда горят они то есть вот это вот все ей можно скормить и нейронная сеть сможет это постараться физически корректно и физически грамотно санимировать на модельки ну и последний подход который в принципе может повлиять на будущее это соответственно само принятие решения то есть сейчас в большинстве компании применяется подход классические как я уже говорил это марковские цепи это дерево принятие решений это еще какие-нибудь варианты то есть деревья и и фэлс и всему там подобное то это конечно хороший подход и я думаю он останется и дальше потому что чтобы научить нейронную сеть выполнять те же самые действия которые в принципе способны предоставить классические подходы это понадобится очень 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 много времени то есть это может понадобиться миллиарды миллионы миллиарды итераций чтобы нейронная сеть научилась грамотно и корректно воспринимать окружающую среду и соответственно грамотно и корректно отдавать себе отчет и принимать соответствующее корректное действие я думаю все таки то что будет вариант когда у нас есть классический подход который дополняется нейронными сетями то есть допустим мы отдали данные об окружении классическому подходу он принял какое-то решение быстро принял его и дальше уже нейронная сеть на основе того как себя ведет игрок то есть как бы подстраиваясь под него будет корректировать на основе тех того результата который выдал классический подход и данные об окружении она выдали скорректирует его так чтобы игрок не расслаблялся пока играл в игру то есть у него всегда был некий челлендж который позволял бы ему всегда идти и чего-то добиваться они просто слишком легко скучно и наскучило и все то есть будет вовлекать игрока в сам процесс постоянно подкидываем какие-нибудь там сюрпризы нейронная сеть сможет его все дольше удерживать в игре опять же здесь не надо слишком сильно на этом зациклились потому что в какой-то момент может произойти так то что как бы игрок не пытался он не сможет выиграть у нейронной сети потому что она его настолько изучила настолько изучила его повадки поведения в таких или иных ситуациях что смогла его спокойно предугадать и просто постоянно будет происходить проигрыш за проигрыша это плохой кейс такой когда у нас в принципе будет происходить уже отторжение от игры они желание играть и преодолевать самого себя ну соответственно данном подходе есть громадный плюс это то что не нужно тратить кучу времени на тренировку нейронной сети чтобы она могла выдавать какое-то действие то есть можно сделать так чтобы нейронная сеть прямо уже момент игры момент игры параллельно обучалась то есть сначала идет классический алгоритм он делает какие-то действия нейронная сеть это все запоминает запоминает то то как на это отреагировал игрок и соответственно уже дальше через какое-то там количество итераций она уже начинает подключаться к процессу и слегка корректировать результат решение классического подхода что позволит в принципе слегка скорректировать сложность игры для игрока и тем самым позволит игроку больше играть в это в принципе на этом можно заканчивать я рассказал уже все что хотел спасибо за внимание и я готов ответить на ваши вопросы первый вопрос останутся ли аниматоры без работы спрашивает менеджер сергей но на самом деле я не думаю что они скоро останутся без работы потому что чтобы нейронной сети обучить реально физическому поведению человека либо животного понадобится очень много времени то есть допустим а те примеры которые я показывал там для того чтобы обучить на столько нейронной сети уходило около месяца или двух ну да то есть если найдутся подходы в обучении то скорее всего многое количество вакансий которые сейчас есть и востребованы они уйдут в лету я думаю также если обучить нейронную сеть уйдут и программисты потому что нейронная сеть будет писать без ошибок в общем все уйдут на самом деле в контексте вот новостей про unreal engine 5 да что по крайней мере то что было заявлено какое-то значит улучшение изменения пайплайна который ожидается мне кажется вот то что ты рассказывал это тоже пример того что какие-то вещи ну скорее просто можно будет делать больше всего естественно там будут нужны люди не одного профиля другого что позволит создавать игры с еще большим количеством контента ну да то есть насколько я понял там unreal engine собирается тоже вести нейронной сети по по пути nvidia то что они используют нейронной сети для того чтобы обновлять видео ну то есть изображение на 4к чтобы не рисовать постоянно именно 4к а рисовать какой-нибудь допустим full hd а просто нейронная сеть это апскейлит и получается вроде 4к а на самом деле нет так вижу еще один вопрос секции qa используете нейронной сети для чистки motion capture может быть это еще в процессе производства арта вот на это я сказать точно не могу потому что я знаю то что в большинстве случаев motion capture его именно редактируют сами аниматоры насколько мне известно а вот чтобы им помогала в этом нейронная сеть я пока не встречал не не работ связанных с этим не вообще каких-нибудь источников возможно есть то есть в remedy возможно используется такая система возможно используется еще где-нибудь но пока я об этом не слышал ну хотя бы на чистку мокапа останутся люди нужны но на самом деле чистка мокапа это же по сути уже есть нейронной сети который позволяет удалять человека в лайве из-за видео следовательно скоро возможные и это будет нужны будут специалисты по использованию россии со всех сторон на каждом этапе серий комментирует программисты не уйдут надо интерпретировать задачи и для сетей тоже не на самом деле я утрирую конечно же программисты уйдут потому что все таки кто-то должен остаться чтобы их обучать потому что на данный момент есть всего три подхода таких классических это обучение с учителем обучение без учителя и обучение с подкреплением следовательно большинство случаев в роли учителя выступает программист поэтому тут говорить о том то что совсем уйдут это будет не совсем корректно ну да но я понимаю что понятно что у утрирования происходит но всем интересно как это будет развиваться дальше какие что будет востребовано что не будет востребовано я думаю востребовано будут именно специалисты которые знают и умеют работать с нейронными сетями даже знает что это такое знают как их построить и возможно знают как их тестировать потому что тестирование нейронных сетей это одна из обширных областей сейчас с одной точки зрения они могут сами себя тестировать например тот же самое обучение с подкреплением то есть прошло какое-то действие получил штрафы бонусы и потом нейронная сеть анализирует все штрафы и бонусы понимает то что на этом шаге я могла сделать вот так вот и получить вот это то есть сэкономить там какое-то количество штрафов то есть здесь выходит то что знаете нейронные сети это полезно кирилл большое спасибо за доклад очень увлекательно было интересно даже не техническому специалисту все это было очень интересно послушать пока пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...